Геннадий Головкин в интервью рассказал о причинах, по которой прекратилась его дружба с Аулем Канело Альваресом. Я ответил, какие последствия может иметь его досрочная победа. Вы когда-то были друзьями с Канело, у вас был совместный лагерь в Биг Бэр, дружба закончилась. У нас было отличное понимание, у нас были чисто человеческие мужские симпатии, но после произошедшего, все что происходит, как он себя ведет, как он переходит на личности, это его не красит. Как можно считаться с человеком, который сам себя ставит в такую позицию? Если 15 сентября ты победишь Канело нокаутом, этот нокаут будет для тебя самым лучшим в карьере после всей этой истории с Клинбутеролом. И да, и нет, да, потому что я буду очень рад победить его нокаутом, я этого хочу. А нет, потому что тогда он не захочет драться со мной в третий раз, а я хочу провести третий поединок, мне хочется побить его дважды. Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко номинирован на звание лучшего бойца года по версии ESPN. Претенденты на звание лучшего бойца года. Теренс Кроуфорд, чемпион WBO по легком весе. Роуз Намаюнас, чемпионка UFC в минимальном весе. Джордж Симпер, экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе. Отметим, что в прошлом году эту награду выиграл боец UFC Дмитрус Джонсон. Чемпион мира в легком весе по версии WBC Майки Гарсия и обладатель пояса IBF в полусреднем весе Эрл Спенс могут встретиться между собой в концу года. Об этом сообщает журналист The Ring. По инсайдерской информации издания, бой Гарсия и Спенс может состояться уже в декабре. Виктор Постел и Джордж Тейлор прошли взвешивание перед поединком за пояс WBC Silver в первом полусреднем весе. Оба боксера показали одинаковый вес – 63,4 кг при лимите категории в 63,5 кг. Поединок между Постелом и Тейлором состоится 23 июня в Глазко. Победитель должен будет встретиться с полноценным чемпионом WBC. Виктор Постел и Джордж Тейлор